Надо просто любить свою работу. Я ее люблю безумно, я безумно люблю детей. Мне совершенно не страшно расставаться с должностью директора, мне страшно остаться без детей. Вот их глаза, их энергия, их взгляд, который дает силы, вот он и продлевает, наверное, эту возможность долго работать, когда видишь и чувствуешь, что ты еще нужен и ты можешь помочь. Ее называют визитной карточкой, брендом педагогики Бреста, золотым фондом Беларуси и идеалом, на который хочется равняться. Сравнивают с путеводной звездой, указывающей самый верный путь, беззаветно и отчаянно преданная своему делу. Светлана Николаевна Семенова на протяжении 28 лет руководила лицеем номер один имени Пушкина. Чествование бессменного лидера прошло в зале торжественных событий администрации Московского района. В паузах между выступлениями представителей вертикали власти в зале звучали бурные и долгие аплодисменты. Это глыба, это целая жизнь, целое поколение, целая эпоха в системе образования города Бреста, тем более уж в районе. Поэтому таких людей, как Светлана Николаевна, мало. И она своим трудом, своим примером и своим богатым жизненным опытом ведет за собой. И действительно, за тот период времени, когда она руководила лицеем, это стало одной из ведущих учебных учреждений нашего района и в целом города. На базе лицея готовятся дети, которые выигрывают у нас, побеждают на Олимпиадах. И основная доля всех золотых медалей в районе – это тоже лицеисты. И это без привлечения ее заслуга. Человек, который оставил свой весомый вклад в системе образования. Благодаря ей Брест имеет талантливого педагога и руководителя с большой буквы – активного общественного деятеля. Всегда элегантная и приветливая, энергичная и активная, свой неиссякаемый оптимизм она щедро дарит окружающим. А потому торжественный вечер, несмотря на грустные нотки, все же больше напоминал праздник. С шутливыми рассказами, теплыми воспоминаниями и бесконечными словами благодарности. Светлана Семенова – это определенного рода явление в образовании, в педагогике. И мы понимаем сегодня, душой и сердцем понимаем, что Светлана Николаевна приняла определенное решение, свое решение. Она не уходит из педагогики, но она перестает руководить ведущим учреждением образования в республике. И ведущим она стала с ней, с ее командой, с ее учениками. И как пойдет дальше этот корабль, зависит уже от ее учеников, в том числе и на месте руководителя. Она подставит свои хрупкие, но тем не менее сильные плечи новому руководителю. Она не забудет свое детище, будет помогать ему во всем. И вместе с новой командой, вместе с Светланой Николаевной, лицей зазвучит по-новому, свежо, креативно, но как всегда уверенно. И все же сохранит, я даже уверен, что он сохранит звание лучшего в республике. О своих победах она скромно предпочитает не говорить, подчеркивая, что любила и продолжает любить лицей в себе, а не себя в лицее. А еще акцентирует, что не ушла, а оставила свой пост. И в свои элегантные годы продолжит трудиться в родном заведении. Ведь если для большинства из нас Пушкинский лицей – флагман образования, то для Светланы Николаевны это ребенок. А быть матерью – это во всех смыслах навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова